Где больше всего антиоксидантов? Для того, чтобы набрать ежедневный минимум от 8 до 11 тысяч единиц антиоксидантов в день, нужно просто за день съесть много овощей и фруктов, верно? Ну, давайте посмотрим. Например, на завтрак я съем целый банан, помимо всего остального завтрака. Дополним обед типичным американским салатом. Салат «Айсберг», немного нарезанного огурца, на десерт консервированные персики, на ужин горох с морковью, немного зеленого горошка и еще салат, и арбуз на десерт. Итого 9 разных овощей и фруктов. Все кажется отлично, но это лишь около 2700 единиц. Меньше четверти от минимальной рекомендуемой нормы. Теперь придется есть 36 раз в день? А что если вместо этого банана съесть на завтрак чернику? Воу, как взлетела сразу шкала. А днем вместо салата «Айсберг» 4 листа красного салата, возможно, с парочкой фасолинок сверху, и добавить сверху ложку высушенного орегано, яблоко и пару фиников на перекус. А еще даже не вечер, всего-то 5 составляющих, и количество антиоксидантов в день давно уже пересекло минимальную отметку. Вот почему дело не в том, сколько съесть фруктов или овощей, а в том, каких. Стоит попытаться выбрать наиболее полезное. И раз уж набралась суточная норма, можно ли пропускать за ужином фрукты и овощи? Ни за что. Это не лучшая идея, ведь обратите внимание, что данная минимальная суточная норма не учитывает остальных факторов жизни, создающих оксидативный стресс. Например, употребление мяса, болезнь, курение, загрязненный воздух, бессонница. Чтобы восполнить все это, необходимо употреблять намного больше минимума. Помните исследование аргонового лазера? Их самое большое открытие заключалось в том, что уровень оксиданта может резко упасть в течение двух часов после оксидативного стресса. Теряется за два часа, а процесс восполнения может занять до трех дней. Итак, подводя итоги, особенно когда мы больны, нервничаем или устали, необходимо набирать как можно больше минимальной отметки – 8-11 тысяч. В идеале нужно пропитать кровеносную систему антиоксидантами, а это значит побольше правильных фруктов и овощей при каждом приеме пищи, например, ягоды или бобы, и не забывать пить что-нибудь вроде зеленого чая или гибискуса в течение всего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова